Вы говорите о юридическом препятствии этого процесса, но тем не менее, как бы ничто не воспрепятствовало тому, чтобы нарушилось разделение властей, тогда, когда был принят закон о совмещении постов в течение шести месяцев. Вы знаете, мне даже сложно вам ответить, это снова песочница. Это та же песочница с тем же бутусом. Я хочу. Давайте попробуем подвести вот под это шесть месяцев какую-то логику, ну не юридическую. Найдите вы мне другую логику. Ее нет никакой. Логика одна. Так выгодно нескольким человекам, которые сегодня занимают пост и депутата парламента, и министров правительства. Но это же опять нельзя законодательство подтаскивать под то, что выгодно восьми человекам. Тогда пропадает вера людей, массы людей в это законодательство. В этом контексте, Вадим Николаевич, хочется процитировать вас, вернее, ваше довольно известное выступление в парламенте несколько месяцев назад. Если можно, сейчас мы посмотрим отрывок из заявления. Я бы хотел позволить себе одно общее суждение. Заключается оно в том, что с момента существования молдавского парламентаризма, я имею в виду в том виде, в котором он существует сейчас, то есть с 1994 года, ни один парламент республики Молдова не позволял себе такого вольготного обращения с законодательством. Есть понятие, и юристы особенно хорошо его знают, правового нигилизма. И если правовой нигилизм в стране становится превалирующим, беда той страны, тогда ставится под вопрос самосуществования такого государства. Вы прекрасно все понимаете, что правовой нигилизм не появляется ниоткуда. Рыба с головы портится. И когда парламент позволяет себе так вести себя с законами, то, естественно, уже не может быть речи о том, чтобы простой гражданин этой страны пытался хотя бы соблюдать эти законы. Мы за весь этот месяц нашего практического существования, поверьте, уважаемые коллеги, не услышали ни разу ни одного весомого аргумента в плане изменения законодательства. Все законодательство изменялось по принципу «оно нам неудобно, оно нам не нравится». По такому принципу мы можем зайти очень далеко. И хотелось бы все-таки, чтобы все, кто сегодня имеет возможность изменять законодательство, задумывались над тем, что законы не пишутся в преломлении их конкретной ситуации. Грош цена тем законам, которые действуют по ситуации. Законы пишутся для общества и в основном на будущее. Только такие законы нормально сработают. И вот смотрите, что происходит. Я просто в подтверждение или в продолжение. Не нравится координационный совет телерадио. Ну не нравится. Не нравится Фусу, не нравится ГИМПу. Ну не нравится либеральной партии в основном. Ну и в целом получается всему альянсу. Вместо того, чтобы на заседании комиссии организовать какой-то круглый стол и доказывать нам, оппонентам, что братцы плохой наблюдательный совет. И вот вам факты. Вот он не делает первое, второе, третье, пятое. Вот он это делает неправильно. Это он делает в ущерб. Понимаете? Когда рассматриваются аргументы, тогда можно спорить с чем-то. Можно что-то доказывать. В конце концов, можно с чем-то соглашаться. И нужно с чем-то соглашаться, если с той стороны звучат весомые аргументы. У нас же что происходит? Нам не нравится координационный совет, мы поменяем закон. Давайте его по-другому назначать. Ну это абсурд. Нам не нравится там еще что-то, мы завтра изменим закон. Послезавтра заменим закон о верховном суде. Еще послезавтра мы начнем замахиваться на конституционный суд. И так далее, и так далее. Вы понимаете? Ну еще раз говорю, я с возмущением говорю, извините за эмоции. Но не может так существовать государство, когда законодательство подстраивается под хотение. Это абсурд. Это люди сейчас смотрят, что мы вытворяем в парламенте. И люди перестают верить во все святое. Люди перестают верить в парламент. Парламент и так, извините, не святой орган. И я представляю рейтинг этого парламента. Так он еще ниже будет. Он уже будет, извините, как говорят вы, кстати, журналисты иногда говорите, что вот рейтинг ниже плинтуса. Я не знаю, что это означает. Но это, так я понимаю, очень низко. Но вот мы к этому идем. Если мы будем продолжать работать в том же направлении. Вы понимаете, как только в нас полностью разочаруются. Нам перестанут верить люди. А сейчас это происходит, причем происходит массово. Поэтому, когда мы говорим, что есть один выход. Досрочные выборы. Я сегодня абсолютно не говорю о том, что они кардинально, нам некоторые спорят с нами и говорят, а будет то же самое. Будут досрочные выборы и конфигурация парламента будет то же самое. Я убежден. Уверен на 100%. И эту уверенность разделяют мои коллеги. Конфигурация парламента не будет точно такой. Да, она может быть кардинально не изменится. Но сдвиги будут очень серьезные. И мы уверены, что будут сдвиги такого рода, что в парламент придут две силы. Одна левая, одна правая. Но достаточно мощные силы, которые между собой обязательно договорятся. Поэтому, если рассматривать в этом ракурсе, а мы сейчас так рассматриваем эту ситуацию, то другого варианта, кроме досрочных выборов, мы не видим. Его уже не существует на сегодняшний день. Он существовал до седьмого числа. После седьмого уже вариантов нет. Уже только досрочные выборы. И я хочу сказать, чем больше они противятся этим выборам, тем больше они играются с законодательством и с законами. Это бумеранг, который больно-больно ударит по ним. И когда некоторые лидеры демократической партии говорят, а мы все равно изменим закон. Это вообще звучит странно. Что значит, мы все равно изменим? Это опять песочница. А нам так хочется. Но в той песочнице сидит трехлетний бутуз. А здесь это говорят, извините, убеленные сединой и умудренные опытом политики, которые считают себя государственными политиками. Разве можно такие вещи слушать из уст человека, который себя называет политиком? Для политика должно быть одно святое. Одно обязательно. Это конституция и законодательство государства, которому он служит. Иначе он уже не служит этому государству. Если он может обойти конституцию, если он может вольготно с ней обращаться, если он может пренебречь законом.